Программа «Вечер во Владимире» продолжает вечерний зефир. Я знакомлю вас с нашими гостями. Это Олеся Цеглова, руководитель фольклорного коллектива «Владимирская вечера», методист-эксперт Всероссийского фестивального движения «Хороводы России», и Сергей Нечаев, руководитель проекта «Диалог культур», ответственный секретарь православного прихода села Гнездилова. Здравствуйте. Добрый вечер. И вот мы сегодня принарядились. Олеся, расскажите, что за такие интересные украшения на вас и на мне сегодня? Сегодня мы с вами демонстрируем украшения Рязанской губернии. На вас жерелок, а на мне полное собрание. То есть женщина не могла выйти в праздник вообще на улицу, особенно если она только-только недавно вышла замуж, без вот этого набора. То есть здесь три обязательных вещи. Это разметки, это чопки, вот эти вот бусы, и это, собственно, жерелок. То есть вот есть термин парюра, который в себя включает различные наборы украшений, драгоценных. А это, можно так сказать, народная парюра крестьяна Рязанской губернии. На вас жерелок из другой деревни, поэтому немножечко отличаются. А почему вы такие красивые? Потому что, во-первых, у нас осень, у нас идет череда праздников, подготовка к свадьбе, как правило. И плюс 30-го числа открывается в Доме культуры молодежи, в княжеских палатах, моя персональная выставка, посвященная народному костюму и рушникам. Грань времен – золотая коллекция. Поэтому всех приглашаем. Там будут экспонироваться старинные вещи, не новоделы. Там будет действительно живая этнография, которой 150 лет и более того. Приходите, посмотрите, это очень интересно. И вот здесь у нас тоже, собственно, есть пока украшения, есть прекрасный старинный настольник. Мы с вами такие замечательно украшенные сидимы. У нас тоже с историей украшения. Да, конечно, каждое украшение, каждая вещь вообще имеет историю. И я постараюсь сделать так, чтобы на выставке была описана каждая вещь. Откуда она пришла, от кого она пришла, в честь чего она была вышита, сделана, с чем она была связана. То есть это будет не просто погляделки, а здесь можно будет действительно посмотреть кусочки чьей-то жизни. Это очень интересно. Вы сказали, что осенью много праздников. Вот расскажите, какие праздники раньше были? Ну, сейчас, когда мы уже весь урожай собрали, наступает пора его переработки и подготовки к зиме. Это называется осенины, дожинки, спожинки, госпожинки, потому что начиналось это время с периода успения при Святой Богородице. Поэтому госпожинки, слово госпожа и успения еще успели. Говорят, что мы успели все собрать, все выросло. Поэтому здесь начинается время как уборка урожая, это сбор хлебов, это сбор того, что выросло на огороде, сбор корнеплодов, это переработка всего. И, соответственно, хорошо поработали. Потом нужно поблагодарить землю, нужно поблагодарить пространство и поблагодарить друг друга. То есть всем, кто старался, наградой становится вкусный стол и угощение. Это отмечается, кстати, у Забылина еще с древних времен, то есть еще у древних евреев отмечается праздник первых хлебов или жид первородных, когда при сборе жида обязательно устраивался праздник. Также это есть и у древних греков, у древних римлян, но и все славяне, собственно, это дело отмечали. Какие праздники связаны именно с уборкой урожая? – Вот как раз много всего интересного, когда идут в поле, когда начинают сжать хлеб, как его собирают. Потом наверняка помнят, что у классика только не сжата полоска одна. Вот оставляли полоску, как говорится, на бороду, завивали бороду. То есть если брать того же самого Забылина, он описывает, что древние славяне поклонялись славянским богам и считали, что Мать-Земля и те духи, которые помогают взрастить вот это жито, должны все-таки не остаться голодными. Вот все последнее забирать нельзя. Поэтому оставляли вот эту полоску. И там, как говорится, в благодарность для местных духов, оставляли эту полоску или Велесу на бороду, или же, например, Полевику на бороду, как вот это потом уже пошло. Потому что когда у нас пришло христианство, у нас уже, конечно, покровительствовать стали святые различные. Никита Репаре с 15 сентября, вот, кстати, был очень интересный праздник всех Никитцами и Нинами. Вот собирали репу с этого дня. Вот, поэтому такие моменты тоже можно вот отметить. Потом интересный момент, когда собирали последний сноп, последние снопы. И либо же, например, если молодые девушки собирали, они могли из последних колоссий сделать венок. Они вот такой вот венок с благодарностью, с песнями, несли хозяйке дома и хозяину вручали это. И этот венок, как бы, с самыми последними колоссиями сжатыми хранился дома на божнице. Потом брали колоссия в последний сноп. Этот сноп украшали рушниками. А вот для чего это делалось? То есть, чтобы на следующий год каким-то образом было вручать? Да, да, да. Соответственно, как бы все равно, несмотря на то, что мы христиане, но у нас никуда не деваются верования, более древние от которых зависит вообще, собственно, сам круговорот природы. Потому что считалось, если ты все уберешь и пожадничаешь, не факт, что это потом взрастет опять в таком же количестве на следующий год. Вот. Поэтому такие хтонические верования до сих пор сохраняются, отмечаются во многих регионах. Мы, конечно, уже сами не пашем и не сеем это в редких случаях только. Мы, как городские жители, можем перенять вот эту информацию. Но, с другой стороны, становится понятно, опять же, вот это вот, не жадничать, да, поделиться с ближним, оставить на развод, на размножение то, что есть, быть благодарным земле, небу, природе за то, что это выросло. Вот это качество, вот благодарность и совесть, это главное качество нашего народа, которое отмечает еще и Олег Александрович Чагин, как особенность русского характера. Они как раз проявляются вот здесь. И вот с Соснопом, кстати, интересная вещь была. Вот его называли богач, его называли господарь. Его могли носить по всему в селу, когда, например, общее поле уже зажато, с праздниками, с песнями, со свечой, кстати, на которую воск тоже собирали и топили всей деревней, от дома к дому, то есть везде это встречали, это Сосноп ставили в сутки, то есть сутки это под божницу, под иконы. И это ознаменовывало как бы единение человека и природы, человек благодарил тем самым природу, что она дала такой большой урожай. И как бы это проецировало на будущее такие же богатые урожаи в дальнейшем. Вот в одиночку сложно управляться с хозяйством, а вот как было раньше? Раньше часто люди друг другу помогали, потому что, опять же, дожинки, спожинки, супрядки, вот такие вот названия определяют, собственно, общую коллективную работу и что делали. Например, идут репу дергать все вместе или морковь, это называют там прополки, например, лен чесать, трепать, по часушке, например, по трепушке, тоже вот такие вот термины встречаются. То есть, конечно, было проще собраться всем вместе и коллективно сделать общую работу, а потом коллективно хорошо все это дело отпраздновать. На супрядках собирались девушки, когда уже обтрепали лен, начинали его чесать, начинали его прясть. И, собственно, супрядки приходили в вечерки, потому что приходили потом молодые люди, которые нарушали работу, и там уже молодежь начинала общаться. А почему? Потому что летом-то общаться некогда, и весной, да, как говорится, весенний день год кормит. А вот тут уже, когда идет работа, тут уже можно и пообщаться, друг с другом присмотреться. И здесь, кстати, было и совместное пивоварение, потому что, опять же, натуральные хмельные напитки не хранились, ну, собственно, как бы много-то и не пили. И варили это только на определенные праздники. То есть все вместе на всю деревню сварили, всем разнесли, все порадовались. И, собственно, как бы в этом тоже есть своя прелесть. Вот эта вот общинность, общее дело, общая радость, общее горе, общая печаль и общие достижения, это тоже людей сближало. А сейчас этому современному человеку не хватает. И, собственно, потом вечерки переходили уже в свадьбы, потому что молодежь друг с другом общалась, они себе приглядывали из-за кого-то. И заканчивалось уже все, как правило, на покров при Святой Богородице, когда начинали уже друг другу свататься, когда начинали уже готовиться к свадьбам, после покрова, как правило, шли свадьбы. И, собственно, такая приговорка тоже была и у парней, и у девушек. Например, девушки приходили, там, матушка Богородица, покрой землю снежком, а меня женишком. Или подобные тоже были приговорки и у молодых людей. То есть, в основном, получается, осенью вот этот вот период был именно свадебный годом. Ну да, потому что, собственно, весной некогда, потому что надо копать, сеять, сажать. Летом, получается, ты не уснешь, особенно, когда начинается страда с успения, когда уже. И колос звонкий, он уже трещит, он уже стучит, его надо уже собирать, чтобы он не осыпался. Когда там до каких-то таких вот вещей. А потом уже, когда все собрано, когда уже подвели итоги, понятно, сколько у тебя чего выросло. То есть, насколько ты обогатился на эту зиму, на этот сезон, насколько у тебя прибыло в закромах. Собственно, на то ты можешь дальше рассчитывать. Если у тебя, например, не урожай, то как ты себе еще один рот, например, домой возьмешь? Да, это чревато. А если детки часто и падут, чем кормить будешь? Тоже вот делали сначала итог об урожае, либо не урожае. И, собственно, после вот этого уже могли себе и дополнительно подобрать пару. Или вот родители подбирали пару молодежи уже. Потому что, как правило, старшие люди решали этот вопрос. У нас есть звонок телезрителей. Давайте ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Елена. У меня такой вопрос. Существует ли такая общение-традиция, подготовка к свадьбе? Как ей подготовиться красиво? Хороший вопрос. По поводу свадьбы. Это нам надо отдельно делать серию передач. Потому что там отдельно идет подготовка невесты, подготовка жениха. Но у жениха как бы в меньшей степени, потому что жених принимал к себе домой невесту. И то, что делали родители жениха, они готовили дом, они приводили в порядок то, что у них есть. То есть потому что шли смотрины, например, хозяйства жениха, куда он приведет невесту. Все это оценивалось. А невеста в срочном порядке готовила приданное. Ей помогали дошивать, довязывать. Вот как раз на тех же самых супрятках. И за невесту нужно было, например, что-то дать. То есть есть определенный регламент, когда, например, до нескольких месяцев могли ходить друг к другу в гости. По определенной заведенной традиции. То есть в определенный день жених приходит с друзьями. Он приносит же невесте, например, платок. Всем ее подружкам приносит по пряникам, по орешкам. Они сидят, беседуют. Потом уходят. Потом невеста, например, идет в гости. И так далее. То есть здесь очень много всего. И главный смысл свадьбы, наверное, больше для женщины, что это переход. У мужчины проще, потому что он берет себе женщину в жену, и он ее к себе приводит на свою территорию. А женщина, уходя из своего дома, она оставляет все то, что у нее есть там. И она вот с тем багажом, что у нее, как говорится, накоплен, и в душе то, что есть, она приходит в род мужа. И здесь вот этот важный момент, когда невеста должна отстрадать, закрыть все свои гештальты дома, и потом спокойно перейти, чтобы уже и научиться готовить, так как готовят в этой семье. И выстроить отношения, коммуникации со свекровью, с братьями, с сестрами, мужем и так далее. Она должна себя показать уже в труде, потому что поблажек не будет. Здесь очень много всего, и действительно можно сделать целую серию передач про это. Это очень интересно. О традициях, об обрядах можно говорить бесконечно. Мы хотели сегодня еще поговорить о фестивале, который пройдет 24 сентября в Сирио-Гнездилово. Сергей, расскажите подробнее о нем немножко. Фестиваль, здравствуйте, во-первых. Фестиваль, в общем-то, становится уже традиционным. Первый прошел у нас в 2020 году. Мы стали во второй раз победителем областного конкурса среди социально-ориентированных некоммерческих организаций. И фестиваль проходит при поддержке Департамента региональной политики. Спасибо им большое. И, собственно, сам фестиваль проводит агентство по развитию гражданских инициатив. Город Владимир. Фестиваль называется «Диалог культур». В составе фестиваля несколько направлений. Основное – это выступление национальных коллективов по нескольким номинациям. Первая номинация – выступление как таковое. Будет оценивать профессиональное жюри это выступление. Вторая номинация – национальный костюм. Выступающие представители конкретных этносов и народов должны рассказать несколько слов про костюм, про традицию национального костюма. Третья номинация – национальное блюдо. Тоже будет некий рассказ, как это блюдо появилось, с чем оно связано. Это же все история наша. Три номинации по выступлениям. Плюс в рамках фестиваля будет работать несколько мастер-классов для детей. По гончарному мастерству, по окружевоплетению, резьба по дереву, фланкирование приедет специально человек из города Покрова. То есть мероприятий будет достаточно много у нас. Можно включиться и тоже поучаствовать. Да. И кроме всего прочего будет очень интересный рассказ. Как раз вот Олеся смогла изыскать возможность представить очень интересные костюмы, настоящие костюмы, которым очень много лет они будут выставлены. Будет рассказ по каждому из них. Будет очень интересно. И хочу сказать несколько слов по поводу коллективов. Так как мы первый раз в 2020 году достаточно удачно провели фестиваль. И мы в этом году, основываясь на этом опыте, хорошем достаточно опыте, решили расширить немного число участников. В этом фестивале у нас будет коллектив Арцах армянской диаспоры, коллектив Раздулья казаков, далее коллектив Аккалфак татарский, коллектив Мордовский пякшень, медь, по-русски это липовый мед. Также будут русские коллективы Владимирская вечера и коллектив Весна. Все коллективы очень интересные, очень колоритные. Это и костюмы, это и очень зажигательное выступление. Вот взять коллектив Арцах. Фантастически яркие ребята, очень интересные, играют на барабанах. Будет и гусляр, будут и рожки. Будет очень интересно. А как вообще возникла идея проведения этого фестиваля изначально? Ну, дело в том, что конкретно у нас в селе, у нас развивается своя община, мы занимаемся восстановлением храмов, проводим различные мероприятия образовательного, проститического характера. И мы вот созрели уже к тому, чтобы проводить какие-то более масштабные, интересные мероприятия, которые охватывали бы не только жители нашего села, но и в принципе жители Владимирской губернии. И с вашей помощью мы сможем показать и традиции, и мастерство, и все то лучшее, что имеют наши народы. А в Владимирской области 115 народов проживают. И это огромная длительная история совместного проживания, когда вместе укрепляли государство, защищали его, действительно и в радости, и в печали делили все. И очень много моментов. Вот село наше Гнездило, почему у нас еще все эти направления развиваются, оно очень древнее. Первые находки, это первое тысячелетие, соответственно, там как минимум полторы тысячи лет. У нас археологические изыскания идут уже на протяжении 170 лет. Первый еще по распоряжению Николая I графоваров у нас распорядился, Николай I проводить изыскания. И каждый год у нас Институт археологии проводит раскопки. Вот Курганный могильник. И я просто деталь такую для зрителей интересную очень хочу сказать. Мы организовали совместно с Институтом археологии РАН, академик Макаров, директор института, нам очень помогает в этом смысле, экскурсию для жителей. Вот именно на Курганные могильники, после того, как были вскрыты эти могильники. И удивительно, захоронения несут черты традиционные как финно-угорских каких-то традиций народных, так и русских. То есть, понимаете, уже тысячу лет назад, а это захоронение конкретно было достаточно состоятельно какой-то знатной дамы. То есть, уже столетиями совместное проживание, вот эта ассимиляция, построение общего какого-то дома. И добрососедство. И добрососедство. Это феноменальный, уникальный опыт именно на Владимирской земле. Это Суздальский район, насколько я знаю, да? Суздальский район. А сколько времени, например, добираться от Владимира и во сколько начало? Подробнее давайте расскажем нашим телезрителям, свободный ли вход. Вход свободный. Начало в 12 часов дня. От Владимира добираться всего 25 минут, максимум 30. Так что всех ждем? Да, всех ждем, будем очень рады всем. И по поводу еще осенин, кто хочет узнать больше, как раз сейчас у нас две хорошие новости. Первое, это то, что в серии с Комарой школы Гусельникова, вот в этих книгах выходит четвертая книга, которая посвящена как раз осенинам. Она уже вот-вот выйдет из печати, можно будет приобрести. И команда этнопедагогов, к которой присоединена и я, сейчас начала курс бесплатный ВКонтакте по осенинам. То есть кому интересно, вы можете присоединиться, найти нашу группу ВКонтакте с Комарой школы Андрея Гусельникова, либо найти меня. И там можете присоединиться и узнать о традициях гораздо больше. Поэтому мы хотим, чтобы мы осознанно проживали это время, и это действительно то, чего нам не хватает. И совместного доброжелательного проведения времени, и знания своих традиций. И, собственно, эти задачи перед нами ставит государство, потому что, а какой патриотизм без знания своей истории, правда? Спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. Спасибо, что пригласили. Спасибо за интересные рассказы и за приглашение на фестиваль. Спасибо. Будем вас ждать. Очень рады будем вас видеть.